МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Партнерство регионов Северо-Западного федерального округа выйдет на новый уровень. Администрация Ненецкого округа подписала соглашение о сотрудничестве со стратегическим партнерством Северо-Запад. Подписи на документе поставили исполнительный директор партнерства Алексей Богоряков и временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский. В планах совместной деятельности сторон стратегическое планирование социально-экономического развития Северо-Запада и Ненецкого региона, пространственное и территориальное планирование. Глава региона выразил надежду, что стратегическое партнерство станет той площадкой, где Ненецкий округ вместе с другими регионами Северо-Запада сможет обсуждать и находить оптимальные экономические решения для развития Арктической зоны России. Сейчас на базе партнерства будут создаваться проектные офисы по направлениям, которые важны для стратегического развития Северо-Запада. Одним из таких направлений является развитие Арктической зоны Российской Федерации в целом. Мы понимаем, что Ненецкий округ является центром Арктической зоны, и нам бы хотелось играть в этом процессе развития Арктической зоны России более важную роль. В свою очередь Алексей Богоряков отметил, что партнерство – это в первую очередь площадка, где регионы смогут высказывать свою консолидированную позицию. Кроме того, организация намеренно содействует развитию туризма на территории округа, в частности, путем реализации туристического проекта «Серебряное жерелье России». Мы видим для себя, для партнерства, одно из направлений – это представление в формате единого окна на крупных международных выставках тех туристических маршрутов, в тех регионах, которые входят в Северо-Западный федеральный округ. С одной позиции, может быть, с разными направлениями, но тем не менее представление. Это будет, я думаю, удобно и для регионов, и для нас, потому что на одной площадке можно было бы лежать несколько вопросов одновременно. Таким образом, взаимодействие регионов Северо-Запада сможет выйти на новый уровень в формате партнерства. Более 2,5 миллионов евро на развитие оленеводства. Сразу три хозяйства округа получат финансовую поддержку в рамках программы приграничного сотрудничества «Каларктик». Ведущим партнером ненецких СПК станут финские компании. Конечным результатом совместных проектов должен стать экспорт высококачественной продукции за пределы Российской Федерации. Об этом на расширенном совещании сообщил руководитель департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Павел Рахмелевич. Сразу два проекта ненецкого округа получат гранты программы «Каларктик». Один из проектов приграничного сотрудничества будет реализован на базе современного убойного пункта СПК Пути-Личам, недалеко от поселка Харьягинский. На развитие хозяйства будет направлено порядка 2 миллионов евро, сказал Павел Рахмелевич. Это проект по переработке пищевого сырья с ведущим партнером от Финляндии компания «Нотконсалтинг» и от ненецкого округа – это СПК Пути-Лича. Программа данного проекта возможно будет оснастить угольный пункт СПК Пути-Лича и повысить качество продукции. Второй проект «Оленье мясо. Высокое качество» с финансированием порядка 700 тысяч евро будет реализован на базе хозяйств Харпи и Жимский оленевод. Оба проекта направлены на повышение качества продукции и ее дальнейший экспорт за пределы Российской Федерации. Возможность выхода на рынки соседних стран высоко оценил глава региона Александр Цибульский и пожелав хозяйством использовать эту уникальную возможность для развития. Говоря о результатах приграничного сотрудничества в рамках программы «КолАрктик» Александр Цибульский не обошел стороной проект по установке ветрогенераторов в Амдрме. На его реализацию выделялось более 700 тысяч евро, о его эффективности и значимости говорили на федеральном уровне. Однако ожидаемого эффекта так и не случилось. В Амдрме этот проект практически не работает. Это преступление, то, что там сделано. Более того, 150 тысяч евро, которые непонятно куда пропали со счетов некоммерческой организации. Я попрошу, если можно, представителей силового блока, кто у нас присутствует здесь, посмотрите, пожалуйста, на этот проект, потому что, мне кажется, нам надо в нем разобраться. Это очень серьезные имиджевые потери, которые мы понесем в том числе на федеральном уровне. От грантов «КолАрктик» к вопросам доходов и расходов. Бюджет Неницкого округа исполняется с текущим профицитом порядка 2 миллиардов 400 миллионов рублей. При годовом плане дефицита 1,9 миллиардов. Об этом сообщила руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Финансовую разницу от превышения доходов над расходами планируется направить на погашение государственного долга Неницкого округа, отметил Александр Цибульский. Его размер на сегодня составляет 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Будет возможность, наверное, нам на конец года сократить и государственный долг, который у нас есть, что крайне важно. И это нам серьезно сэкономит в следующем году бюджетные расходы на его обслуживание. По информации Татьяны Лагвиненко, обслуживание государственного долга в текущем году обошлось бюджету Неницкого округа в 270 миллионов рублей, или 2% от расходов бюджета. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Главам поселений предстоит пересмотреть расходы на муниципальное управление. Соблюдение нормативов при формировании расходов на административные нужды стало одной из ключевых тем заседания комиссии по развитию местного самоуправления. С этого мероприятия под председательством главы региона Александра Цибульского стартовал пятидневный семинар глав муниципальных образований в Наринмаре. Руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко предупредила, что следствием превышения норматива расходов может стать приостановление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности конкретным поселениям. Необходимо отметить, что нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов соответствует статье 15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет. Нормативы расходов на оплату деятельности муниципальных депутатов и администрации устанавливаются в процентном отношении к уровню доходов местных бюджетов. Предельно допустимая численность чиновников зависит от числа жителей в муниципалитете и количества населенных пунктов. Дополнительно прописаны и пределы денежного вознаграждения. К примеру, глава муниципального образования в зависимости от численности проживающих на его территории получает от 62 до 70% от установленного денежного вознаграждения губернатора. В случае нехватки денежных средств на содержание служащих, руководители муниципалитетов могут наращивать собственную доходную базу. В частности, с 2018 года муниципальное образование получит возможность пополнять свои бюджеты, повышая предпринимательскую активность населения. На местах будет оставаться 25% от налогов упрощенной системы налогообложения, взимаемого на соответствующие территории. В регионе увеличили ставку субсидий для оленеводов. Сегодня на очередном заседании администрации НАУ внесли изменения в порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся племенным оленеводством. Для хозяйств, чьи стада включены в государственный племенной регистр, она увеличилась на 15%. Данная субсидия выплачивается оленеводам из окружного бюджета при софинансировании федерального. Доля федеральных средств составляет при этом более 70%. Всего в текущем году на поддержку оленеводства в регионе направлено почти 54,5 млн. рублей, в том числе 38,8 млн. рублей из федерального бюджета. Согласно изменениям, внесенным в окружной порядок, ставка субсидий на одну условную голову маточного поголовья северных оленей, включенной в государственный племенной регистр, увеличилась с 2600 рублей до 3089 рублей. Общий объем средств, который будет направлен по данной выплате, составляет более 6 млн. рублей. А в племенной регистр нашего округа входит 4 хозяйства. Это СПК Путюлича, ХАРП, Ижинский оленевод и КОПХОС ЕРФ. Хозяйства должны будут в 2018 году провести определенные мероприятия, подтверждающие о том, что они являются племенными, в том числе это генетическая экспертиза. Субсидию из окружного бюджета получит и подразделение Добровольная пожарная охрана Неницкого округа. Государственная поддержка призвана привлечь граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, к участию в профилактике и тушении пожаров на территории своих муниципальных образований. Принятие данного проекта необходимо для привлечения граждан, проживающих в сельских населенных пунктах Добровольная пожарная. Также позволит создать подразделение Добровольной пожарной охраны в 11 населенных пунктах округа, в которых в настоящее время подразделение пожарной охраны отсутствует. Принятие данного постановления в 2017 году не потребует дополнительных финансовых средств. В 2018 году на субсидии общественным объединениям нужно будет 6 миллионов 345 тысяч, и на плановый период 19-20-й – 3,5 миллиона. Также сегодня на заседании администрации округа согласовали перераспределение жилых помещений, построенных в рамках государственной окружной программы по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем. В частности, одной из квартир в новом жилом двухквартирном доме поселка Красное будет присвоен статус служебного жилья для сотрудника местной амбулатории. Параметры для расселения по верхому аварийному остались невостребованными. Поэтому с согласием муниципального образования и по заявке Департамента здравоохранения предлагается перераспределить квартиру на очередь по служебному жилью для работников амбулатории поселка Красное. Помимо рассмотрения вопросов в основной повестке дня на заседании администрации НАУ состоялось вручение знаков отличия Нинецкого округа. Это событие приурочили к празднованию Дня Конституции Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 декабря. Попались в сети правоохранителей. Двум жителям Наринмара придется заплатить немалый штраф за незаконный вылов рыбы. Сегодня прокуратура Нинецкого округа провела открытый форум. За одним столом вместе с органами власти, представителями местного самоуправления, членами общественной палаты, они обсудили самые актуальные проблемы региона, главные из которых касались состояния законности в сфере обращения с отходами производства и защиты заполярных природных богатств. Вы знаете, что наш полигон города Наринмара попал в зону внимания общественных организаций, зарубежных организаций еще 10 лет назад, когда вопрос Арктики еще не так ярко звучал. С каждым годом проблемы, касаемые Арктики, звучат все острее, особенно в 2017 году. В год экологии прокуратурой Нинецкого округа была проведена огромная работа. Мы подняли проблему утилизации твердых бытовых отходов. Очищена акватория реки Печора в районе Наринмара. Выявлены боевые точки по накопленному экологическому ущербу в других населенных пунктах. Прежде всего, это Амдерма, и там проводится работа. В том числе и на особо охраняемых территориях. Это заказник Нинецкий. Кроме того, в исполнении требований прокуратуры органами государственной власти на кадастровый учет было поставлено 7 особо охраняемых природных территорий. В поселке Искатели была закрыта несанкционированная свалка. На территории заповедника Нинецкий снесены самовольно возведенные постройки. И это только малая часть проделанной работы, которая будет активно продолжаться. И сегодняшний форум – это повод еще раз обозначить имеющиеся проблемы и наметить пути их решения совместно с органами власти, представителями общественной палаты, экспертами Общероссийского народного фронта, которым есть чем поделиться. Например, ОНФ с этого года успешно реализует проект «Генеральная уборка». Главными участниками региональной чистки могут быть все жители. Главное – вовремя заметить экологические нарушения и отправить сообщения на ресурс карты свалок, который можно найти на сайте фронтовиков. Мы можем сказать, что на карте свалок Нинецкого остановного округа сегодня определены 194 объекта. Это и места складирования бытовых отходов, это брошенные строения, брошенные суда, скопление металлолома. Здесь очень хорошая цифра. 51 объект – это ликвидированные объекты. В первую очередь, это, конечно же, несанкционированные свалки бытового мусора. То есть, это те вещи, на которые можно выехать и которые можно убрать силами общественников. В том числе, проект «Генеральная уборка» предполагает участие в ликвидации объектов загрязнения волонтеров. О важности участия волонтеров в решении региональных экологических проблем говорила на открытом форуме и председатель Общественной палаты Ольга Малыгина. Вот эту силу нужно привлекать. Но привлекать таким образом, чтобы это было для ребят самих интересно. И Общественная палата со своей стороны, мы будем обращаться и в прокуратуру Министерства, и в департамент природных ресурсов, и, значит, будем разговаривать с Народным фондом, потому что мы должны действовать связки. Мы должны, чтобы заключить трехстороннее соглашение о том, чтобы следующий год волонтерства в нашем округе прошел в том числе под знаком охраны окружающей среды. В следующем году общественников и прокуратуру ждет решение новых экологических задач. Прочный фундамент уже заложен. Оценка деятельности прокуратуры дана высокая. Как показал этот год, в Нинском автономном округе было решено много вопросов, решение которых, в принципе, было смотивировано. И толчком к решению этих вопросов именно послужила позиция прокуратуры Нинского автономного округа. В частности, например, уборка судов на озере Качкарской курьи. Чистый берег у нас сейчас в настоящее время, суда убраны. Работа очень большая проведена, особенно по свалкам, по бытовым отходам. И даже те темы по особо охраняемой природной территории, они ни в коем случае не задевают интересы коренных малочисленных народов в северах. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Штраф от 300 до 500 тысяч рублей может грозить двум жителям Наринмара за незаконный вылов рыбы. На прошлой неделе в районе совхоза сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили двух рыбаков, в сети которых попалось порядка 80 экземпляров рыбы, в том числе занесенных в Красную книгу. В ходе рейда на Печоре в районе микрорайона совхоз города Наринмара двое жителей округа осуществляли сетями вылов водных биологических ресурсов без соответствующих разрешительных документов. Стражами порядка установлено, что один из злоумышленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный вылов водных биологических ресурсов. С места происшествия полицейские изъяли 76 экземпляров рыбы, в том числе рыбы породы Нелли, занесенной в Красную книгу Российской Федерации. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Добавлю, что за незаконную добычу водных биологических ресурсов предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 11 юных жителей округа получили сегодня свой первый документ. Торжественное вручение паспортов прошло во Дворце культуры Арктика. Вручение паспортов приурочено к Дню Конституции Российской Федерации. В Неницком округе это уже стало доброй традицией. Во-первых, это формирует патриотическое отношение наших юных граждан к нашей Родине, к Майлой и Большой Родине. Ну и так как я думаю, что сегодня День Конституции, это хороший повод еще раз вспомнить о том, что в этот день у нас была принята наша Конституция Российской Федерации и вручить юным гражданам паспорта Российской Федерации. Основной документ, удостоверяющий личность на территории Российской Федерации. Ирина Ермолина также рассказала ребятам, как бережно обращаться с паспортом. Кроме этого, подростки получили уникальные обложки с атрибутикой Неницкого округа, а также приветственные адреса от главы региона. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.